Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 дробь 3. Это «Наше время». Я Ирина Шмидт. Здравствуйте. Главное – сегодня, в среду, 2 июля. Вместо детских товаров – недетский обман. Несколько оренбургских семей стали жертвами интернет-продавца. Люди оплатили покупки, но так их и не увидели. Мы пострадали. Мы хотим, чтобы другие не пострадали точно так же. Езда без прав и без правил. В Оренбурге статистику ДТП увеличили водители скутеров. Чем чревата жажда скорости? Настоящий журналист и автор благих дел. Я люблю людей. Я просто люблю людей. Для меня человек – это человек. Неважно, кто он. Наша коллега Софья Радушина принимает поздравления с юбилеем. И новый экспонат в Крывеческом музее. Отныне будет храниться костюм Леонида Броневого. Почему народный артист не оценил затею? Сбежала, чтобы помирить родителей. 11-летняя Аня Паркина, которую двое суток искали полицейские и волонтеры, объяснила мотивы своего исчезновения. Девочка переживала из-за развода родителей и хотела, чтобы семья воссоединилась. Скажи, пожалуйста, что у тебя случилось? Почему ты из дома ушла? Я просто хочу, чтобы мама с папой вместе были. А они не вместе разве? А что у них случилось? Папа против нас. Напомню, юную беглянку нашли накануне в парке имени Ткачева в промышленном районе. Девочка рассказала, что два дня скиталась по улицам города, одну ночь провела у подруги. Полицейские также выяснили, что Аня ушла из дома не в первый раз. А ты раньше уже уходила из дома? Четыре раза. Четыре раза уходила? Да, это пятый. Пятый раз? Ну ты больше так не будешь делать? Нет. В подразделении по делам несовершеннолетних сообщили, что семью взяли на контроль, а родителям посоветовали обратиться к психологам. Всем спасибо большое, кто принял меры, всем того, чтобы найти мою дочь. Большое спасибо, все молодцы. Прошу извинения, потому что вина наша родительская. Новые жертвы старой схемы. В Оренбурге за два дня на удочку аферистов попались четыре пенсионера. В общей сложности у пострадавших похитили больше 250 тысяч рублей. Полицейские установили, что во всех случаях схема преступлений примерно одинаковая. Две женщины, представляясь дальними родственниками, входят в доверие к престарелым оренбуржцам, проникают в их квартиры, после чего исчезают вместе с деньгами. Накануне в полицию обратился 83-летний оренбуржец. Мошенницы украли у него 120 тысяч рублей. Пенсионер пояснил, что он шел с рынка и по пути встретил незнакомую ранее ему девушку. Девушка представилась дальней родственницей, имени она не называла. Предложила помощь в покупке продуктов питания. После чего пенсионер вместе с незнакомой ему девушкой прошел к нему домой. Когда пенсионер доставал деньги, преступники видели, откуда брал он их. И в дальнейшем, отвлекая внимание пенсионера, похитили вышеуказанную сумму. Обманутый пенсионер помог правоохранителям составить фоторобот одной из аферисток. Он сейчас перед вами. Всех, кто узнал эту даму, просят обращаться в полицию. Еще из новостей среды. Рискуют остаться без света. Коммунальщики области задолжали энергетикам больше 300 миллионов рублей. Самым недобросовестным плательщиком стал Медногорский водоканал. Долг предприятия перевалил за 26 миллионов. Деньги в компании «Энергосбыт плюс» планируют выбивать через суд. Еще с одним должником, муниципальным предприятием «Север», оно обеспечивает водой села Переволодского района, энергетики решили поступить иначе. Их припугнули рубильником. На 15 июля поставлены на ограничение котельни и насосные водяные скважины этого предприятия. В частности, без воды рискуют остаться жители сел Кичкас, Кутлумбетово и Степановка. Отключение электроэнергии – мера крайняя. Однако, ее могут применить в отношении еще ряда крупных предприятий и организаций области. Без света рискует остаться ряд предприятий центральной части Оренбуржья. Здесь следует отметить Солилецкий элеватор, затем Училище Олимпийского резерва. К сожалению, у нас в топе должников Оренбургский комбикормов завод, который мы тоже неоднократно называем, который периодически пытается рассчитаться с долгами, но пока у него этого не получается. Обесточенным может оказаться и Бугрусланский завод-радиатор. По нашим данным, предприятие задолжало за электричество больше 5 миллионов рублей. Вернуть свои деньги пытаются и несколько оренбургских семей. Все они стали жертвами интернет-продавцов. Люди потратили десятки тысяч на редкие вещи для новорожденных, но не увидели ни покупок, ни своих кровных. Самое обидное – интернет-махинаторы не прятались за иностранными серверами. Для их выявления не нужен Интерпол – хозяйка магазина, жительница Оренбурга. Только ее покупателям от этого не легче. О том, когда долг не платежом красен. Елена Кузнецова из Станислав Доминов. Мне понравилось, что коляски, во-первых, красивые и редкие. У нас такие мало где встретишь. Итальянская, современная. Ну, в общем, я решила, что раз это оренбургский магазин, то я могу все-таки доверять, потому что человеку вижу, кому деньги отдаю. Она и правда думала, оренбургское происхождение магазина – гарантия безопасности. Заказала коляску, кроватку и прочие детские причиндалы через интернет-страницу «Ваша ляля». Ксения решилась мгновенно. Товар оплатила авансом, доставку обещали через две недели. Но ожидание растянулось на долгие месяцы. К рождению сына пришлось бежать в обычный магазин. Конечно, подсуетились, пошли, купили на свои деньги опять. Ну, потому что как это, ребенка встречать без ничего. Он же не в коробке будет спать. Хотя мы вот с одной знакомой шутили, она говорит, у нас в коробке первое время спал. Потому что мы у нее заказали, у нас ничего не было. Надо как-то выходить из ситуации. Ася к рождению малыша не успела. Сына буквально принесли в пустую квартиру, потому что 40 тысяч безвозвратно канули на счетах «Вашей ляли». Беременных заказчиц, хозяйка магазина, профессионально кормила завтраками. Трубки она не берет, на звонки не отвечает. Пишет, что она сильно болеет, у нее какие-то осложнения, она в больнице. Все будет, все будет. Три месяца женщины слушали обещания, а потом пошли в суд. И вот уже полгода ждут своих денег. Но хозяйка магазина Оксана Миллер платить по долгам не торопится. Мне кажется, сделать все, чтобы нам не возвращать. Потому что есть покупатели, которые покупали после нас, в апреле, в марте. Мы съездили с приставами к ней домой. Дома у нее кроватка детская, большая кровать и все, больше ничего нет. Обиженные покупатели и вправду оказались в трудной ситуации. Они просто не могут получить деньги. Даже приставы не в состоянии помочь. Они испробовали все методы. Но по закону с Миллер нечего взять. Что в банке не обнаружено, имущество зарегистрировано за должником. То есть в собственности не имеет. Также официального места работы не найдено. И в центре занятости по безработице на учете не состоит. Пособие также не получает. Сама бизнес-леди ушла в глухую оборону. Набирать все три ее мобильных номера одинаково бессмысленно. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Абонент временно недоступен. Желание общаться у нее вряд ли появится. Ведь обманутые покупатели уже поняли. Их множество. А ваша ляля одна. Мы, опять же, не единственные, с кем так получилось. Потому что у моих знакомых они ждали заказа 4 месяца. Но факт то, что мы пострадали. Мы хотим, чтобы другие не пострадали точно так же. Елена Кузнецова, Станислав Даминов. Наше время. Проверка документов обернулась дракой. Сотрудник ГИБДД стал жертвой агрессивного пассажира. Все произошло на трассе Оренбург-Беляевка. Инспектор остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы. У мужчины их не оказалось. Во время оформления протокола из машины неожиданно выскочил пассажир и ударил правоохранителя по лицу. Между мужчинами завязалась драка. Дебошира было не унять. Он порвал форменную одежду полицейского и сломал ему палец. По факту инцидента коллеги пострадавшего начали проверку. Когда за рулем подростки в Оренбурге статистику ДТП увеличили водители скутеров. С начала года в городе произошло 10 аварий с их участием. Почти во всех виноваты владельцы двухколесного транспорта. О невнимательности и явном незнании законов движения говорили уже не раз. В начале апреля для желающих передвигаться на скутерах и мопедах даже открыли новую категорию. Однако и эта мера на лихачей не повлияла. Почему, выяснял Ольга Патрушева. 27 июня этого года. Перекресток братьев Коростылевых и Роза Люксембург. Мопед на полной скорости врезается в иномарку и пролетает несколько метров. Водители пассажира делались ушибами и сильным испугом. Вот что осталось от мопеда после аварии. Герой этого видео Олег. Именно он был за рулем мопеда и сильнее всех пострадал. На теле до сих пор синяки и ссадины. А в голове мысль повезло, что живой. Переживает из-за железного друга. Его же теперь восстанавливать придется. Бак помят. С этой, с этой стороны. Не заводится. Говорит, накопит денег, восстановит его, продаст и купит помощнее. В этом-то всего 50 кубиков. Такая любовь к технике у парня от деда. Тот был каскадером. Но вот мама Олега об увлечении сына говорит с болью в душе. Однако не скрывает. Всегда думала, ее ребенок уже взрослый и сможет сориентироваться на дороге. Мы вместе с ним и учим правила дорожного движения, потому что мама сама учится на права. Поэтому все это обговариваешь, то есть ситуацию, какие возникают, как бывает на дорогах. Но теория без практики бессмысленна. Даже если выучить все правила, на дороге можно растеряться и все забыть. Многочисленные аварии привели к тому, что для скутеров ввели и новую категорию. Предполагалось, что для ее получения надо отучиться в авторшколе и сдать экзамен. Но и спустя несколько месяцев водители мопедов не сели за парты. И дело совсем не в отсутствии их желания. Есть техника, есть желающие, как вы говорите. Но нет программ обучения. Соответственно, раз нет программ, мы их не можем научить и представить дальше для сдачи экзамена. Гибет этого ждем с нетерпением. Выходит, на дорогах города ежедневно ездят десятки водителей, которые зачастую даже не имеют представления о правилах дорожного движения. Как тут не случаться авариям? Чаще всего нарушают при поворотах. Вот недавний пример. Перекресток улиц Чкалово и Уральской. 17-летний водитель мопеда не уступил дорогу легковушке. В итоге оказался в больнице. Многие подростки не готовы к управлению транспортными средствами. Родители, покупая такие игрушки детям, сами направляют в то русло, когда ребенок попадает в беду. Между тем советуют полицейские подучить ПДД и взрослым. Ведь те, кто получил права другой категории, могут смело ездить на скутерах. Вот правда поездки такие бывают заканчиваются трагедией. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время. Когда жизнь неотделима от телевидения. Сегодня наша коллега Софья Радушина отмечает весьма солидный юбилей. Возраст этой знакомой каждому женщины в эфире мы озвучивать не будем, а вот по творческим подвигам пробежимся. Филолог по образованию. Она начала с областного телевидения. Очень скоро стала СОПКОРом программы «Время», а после осчастливила своим появлением телекомпанию «Регион». Софья Семеновна автор тысяч сюжетов и сотен фильмов. Она одинаково увлеченно беседовала с первыми лицами страны и с жителями сельской глубинки. Помогала оренбушцам вспомнить давно забытое и приложила огромные усилия к созданию нескольких памятников. О журналисте, который стал легендой, Екатерина Киселева. Спасибо за то, что из множества передач, идущих в это время на других каналах, вы выбрали именно эту, нашу с вами. Проникновенно, неторопливо, без новомодного темпа и напора радушная радушина разговаривает со зрителями почти полвека. Разговаривает так, будто пришла к вам в гости на чашку чая. Именно поэтому ее программы так ждут у экранов несколько поколений. Ее передачи – это бальзам для души. Ее передачи – это маячок, который указывает нам путь достойной жизни. Она исколесила всю область, вела репортажи из 14 стран мира, рассказала тысячи историй и нередко обезоруживала искренними вопросами весьма бывалых спикеров. У Михаила Горбачева, к примеру, Софья радушна спросила, что такое любовь. Я не знаю, что это такое. Я думаю, что это заложено создателем. Это пружина какая-то. Что-нибудь сильнее любви есть? Нет, я бы не поставил ничего. Она помогла оренбуржцам вспомнить давно забытое. Рассказала зрителям о том, что всемирно известный музыкант Митислав Ростропович в войну жил в нашем городе и что его отец Леопольд похоронен на нашей земле. Весь собранный материал радушен и удалось презентовать Галине Вишневской. Мы нашли могилу отца Ростроповича, возложили цветы, сделали фильм, и мы вам дарим его от оренбурга. Сразу после этой встречи Мстислав Ростропович прервал гастроли и посетил наш город. Право на интервью получила лишь одна наша коллега. Самые яркие воспоминания вот тех лет, когда вы жили вот в этом доме. Да вы знаете, ну что за самые яркие. Началась моя жизнь. Я стал человеком, я начал быть человеком вот здесь, вот здесь. Ей удается разговаривать и политиков, и художников, и людей от Сахи. Как? Очень просто. Я люблю людей. Я просто люблю людей. Для меня человек – это человек. Неважно, кто он. Великий вождь или он Кочегар. Ее неравнодушие подарило городу несколько памятных мест. Без усилий радушенной на улице Чечерина не появился бы музей памяти Гагарина. Радуя за него Софья Семеновна, кстати, крепко подружилась с супругой первого космонавта планеты. После смерти митрополита Леонтия именно она первой заговорила о том, чтобы увековечить его память, и слово снова превратилось в дело. Еще одна победа нашей коллеге – памятник детям войны. Его открыли в сентябре прошлого года, после семи лет мытарств. Вот это долгожданный торжественный момент и аплодисменты всех присутствующих. Люди приходили, приносили и 50 рублей, и 1000 рублей, кто сколько мог. Это была действительно всенародная акция. На все эти общественные подвиги именинница потратила десятилетия своей жизни и ни разу об этом не пожалела. Главное – это оставить память не о себе, а о людях, которые жили в то время, за которое тебя называют легендой. А теперь о том, какой знаем ее мы, коллеги, юные и зрелые. Когда Софье Семеновне не хватает эфирных рамок, она берется за перо, из-под которого не раз рождались книги. Когда не хватает операторов, она на время меняет профессию. Для нас Радушина не просто мэтр, она наш друг и наставник, наш ходячий, энциклопедический и орфографический словарь. Когда возникает какой-то вопрос, как правильно сказать, с правописанием, с ударением, обращаемся к Софье Семеновне, она нам всегда подскажет, всегда поможет. Поэтому, с днем рождения, Семеновна! Спасибо! Сегодня юбиляршу поздравляли первые лица города и зрители, герои ее истории и, конечно, все мы. Дин Киселева, Вадим Ичаев. Наше время. Детский сад в поселке Бердянка откроют уже в этом году. Накануне строящиеся здания посмотрели глава администрации Оренбурга Евгений Арапов и депутат горсовета Алексей Кузьмин. Детского сада в Бердянке не было, его начали строить 4 года назад. Пришлось решить множество трудностей, как финансовых, так и строительных. Сделали техническую документацию, решали по месту, где построить детский сад. В оконцовке было принято решение, было куплено здесь старое здание, которое стояло там несколько лет. Разработали проект, получили техническую документацию. То есть процесс долгий был, но сейчас, как говорится, слава богу, на 95% он уже практически закончил. Осталось отмыть, помыть, травку посеять. То есть осталось мелочи небольшие, которые доделать. Стоимость детского сада 40 миллионов рублей. Здание почти готово. Осталось закупить технологическое оборудование и мебель. Открытие намечено на осень этого года. Сад рассчитан на 120 мест. Их должно хватить на всех малышей поселка. Во всех практически населенных пунктах, сельских, есть естественный прирост населения, как и в городе Оренбурге. Это, конечно, радует. Но, с другой стороны, я так понимаю, что в ближайшее время нам предстоит огромная работа в части дополнительного создания мест в детских дошкольных учреждениях. И программа, которая у нас сейчас существует город малышам, она потребует изменения. Ценный подарок из столицы. В Оренбургском краеведческом музее новый экспонат. Благотворительный фонд Евразии передал сегодня костюм народного артиста СССР Леонида Броневого. Его привезли из хранилища Московского театра «Ленком», где в последнее время играл знаменитый актер. Переговоры шли недолго. В театре просьбу оренбуржцев восприняли с пониманием. Но без сложностей не обошлось. Обо всем в порядку, Екатерина Тихоненко. Наденьте галоши. Мне жарко. А вот это упрямство. Вы себя не бережете. Ну вы же доктор. В пьесе «Чайка» в постановке Марка Захарова Леонид Броневой играл 15 лет. Его персонаж весьма удивителен. И хотя доктор Дорн роль не главная, но запоминающаяся. Любопытно, что в одном и том же спектакле актеру приходилось переодеваться дважды. Один из костюмов, который зрители видели во втором акте, и стал тем самым ценным подарком для оренбуржцев. Теперь костюм знаменитого актера будет храниться в Оренбургском краеведческом музее. Чтобы получить ценный экспонат, фонд Евразии обратился с просьбой к художественному руководителю театра Марку Захарову. Мотив понятен. Музей собирает коллекцию театральных костюмов наших выдающихся земляков. Актерская карьера Леонида Броневого началась именно в Оренбурге. В 50-м году он играл в театре Медногорска, а затем два сезона отработал на сцене Оренбургского драматического театра. В Ленкоме, по словам Игоря Храмова, идеи фонда восприняли с пониманием. Правда, кроме самого знаменитого актера. Леонид Сергеевич Броневой, у него непростой характер. Отношения наши, по крайней мере, с ним практически никак не складываются. И просьба вспомнить как-то что-то, рассказать об Оренбурге, это какая-то такая реакция была. Что там про Оренбург вспоминать. То, что у Леонида Сергеевича характер непростой, убедились и мы. На подарок Ленкома он отреагировал весьма категорично. Должны были обратиться с просьбой ко мне. Я играл в этом костюме 15 лет в Москве. Так никто не поступает. Есть какие-то этические нормы. Но его коллега по цеху, режиссер Марк Захаров, совсем другого мнения. Плохого в даре Ленкома ничего не усмотрел. Тем более, что костюм Броневого давно лежал на складе. Так как спектакль из репертуара театра давно уже снят. Сейчас в коллекции Оренбургского музея уже 8 вещей, принадлежавших выдающимся землякам. Ранее Евразия преподнесла в дар костюм народного артиста Виктора Борцова. Многим зрителям он запомнился образом Савы Игнатьевича из фильма «Покровские ворота». В результате мы будем иметь очень прекрасную коллекцию тех даров, которые жители города Оренбурга и Оренбургской области преподнесли в дар музею в год 185-летия. Увидеть знаменитые вещи великих актеров оренбуржцы смогут в конце года на выставке, посвященной Году культуры. Екатерина Тихоенко, Виктор Горшенев. Наше время. Оренбургские выпускники смогут поступить в самые престижные вузы страны. Такой шанс им дарит социальный центр Сергея Катасонова. Конкурс для абитуриентов здесь проводят каждый год. Позаботились в центре о том, чтобы прощание со школой 11-классники запомнили надолго. Выпускной бал получился ярким. В этом убедился Иван Бер. Еще буквально вчера они были беспечные школьники, а сегодня уже обладатели аттестатов зрелости. Теперь этих элегантных девчонок и мальчишек ждет взрослая жизнь и, конечно, главный вопрос, куда поступать учиться. В этом ребятам в очередной раз поможет социальный центр Сергея Катасонова. Юным Ломоносовым представлен шанс поступить в престижные вузы Москвы или Санкт-Петербурга. Для этого необходимо набрать средний балл по результатам ЕГЭ больше 80-ти и отправить в центр Катасонова пакет необходимых документов. Я подала заявку для участия в этом конкурсе, потому что очень хочу поступить в Санкт-Петербург в университет гражданской авиации. Сегодня здесь собрались выпускники школ и лицеев Дзержинского района. Лучшие учащиеся и медалисты провожали свои школьные годы. Ребят развлекали местные команды КВН, а музыкальные диджеи не давали усидеть на месте. Но, несмотря на бурное веселье, выпускников переполняли двоякие чувства и мысли о предстоящем поступлении в высшие учебные заведения. Чувства довольно-таки разнообразные. С одной стороны, это грусть, что огромный этап в моей жизни заканчивается. А с другой стороны, это радость, потому что окончив успешно этот этап, ты понимаешь, что у тебя есть возможность закончить успешный и следующий этап в своей жизни, добиться всего того, что ты хочешь. Со школой связано очень много добрых, хороших воспоминаний. С другой стороны, это новый шаг в новую жизнь. Там будет намного интереснее, я в это верю. На самом деле, трудно сейчас что-то планировать, но я хотя бы выбрал направление, определился. Это международная политика. Постараюсь поступить в Санкт-Петербург или Москву. Уже сегодня 10 победителей социальной программы Катасонова готовы возрождать научно-технический потенциал родного Оренбуржья. Иван Бер, Дмитрий Журавлев. Наше время. Теперь о событиях спортивных. НОСТА отправилась в Ашу. Новотройская команда начинает подготовку к новому сезону. Сбор Столивары проведут в Челябинской области. Там подопечные Олега Синелобова будут тренироваться в двухразовом режиме и сыграют один контрольный поединок. Продлятся сборы до 7 июля. Самые свежие новости из мира спорта у нашего обозревателя Сергея Тыщенко. У него, кстати, сегодня праздник. 2 июля во всем мире отмечают День спортивного журналиста. Так что, Сереж, поздравляем. Выбирайте квартиры от лидеров от компаний «Лист» и «ФСК». Дом на Чкалово, Дом на Шевченко, Дом на Просторный. «Лист» и «ФСК». Строим вместе, строим лучше, строим быстрее. От новости спорта на телеканале «Регион» здравствуйте. Начинаем сезон дома. Президиум Всероссийской Федерации волейбола утвердил календарь чемпионата страны по волейболу среди мужских клубов Суперлиги. В элитном дивизионе в сезоне 2014-2015, напомню, выступят 14 команд, в том числе и Оренбургский нефтяник. Новосибирск, Нижневартовск, Москва, Перм, Кемерово, Уфа, Казань, Новый Регой, Сургут, Белгород, Грозный, Краснодар, Нижний Новгород. Впервые за последние 14 лет оренбургцы попали в компанию сильнейших клубов страны и планируют как минимум в ней не затеряться. Стартует в чемпионате нефтяники дома. В первом туре наши волейболисты сыграют на паркете Олимпийского с краснодарским «Динамо». В прошедшем сезоне краснодарцы заняли в регулярном чемпионате Суперлиги четвертое место. Выступление в плей-офф динамовцы завершили в первом раунде, уступив в пяти матчах Кемеровскому Кузбассу. Планы изменились. Хоккейный клуб «Южный Урал» проведет предсезонные сборы в Орске. Напомним, первоначально «Синебелые» планировали отправиться в Беларусь, однако поездка сорвалась. Гродно-орчане решили не ехать по двум причинам. Во-первых, цены оказались необоснованно завышенными. А во-вторых, белорусская сторона оказалась не готова обеспечить южноуральцам полноценный тренировочный процесс. Взвесив все за и против, руководством клуба было принято решение провести предсезонные сборы на своей базе. Тем более, что сейчас вся инфраструктура в Орске имеется. Здесь у нас есть все условия сегодня. Это тот же стадион, та же беговая дорожка, которая нам необходима, футбольное поле, два льда, рядом у нас бассейн, жилье, питание свое. У нас самое лучшее питание. Все ребята говорят, что питание у нас хорошее. Поэтому это очень важно. Есть где бегать кроссы. И сегодня мы видим, что в городе свежий воздух. Добавим, что в августе арчане отправятся на две недели в Лениногорск. Там южноуральцы продолжат тренировочный процесс и проведут несколько контрольных матчей. И пока это все новости спорта. До встречи. Сейчас важная информация от городских электрических сетей. В четверг жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – ремонтные работы. Перебой со светом возможный в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, на ваших экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. И напоследок. Частная лингвистическая школа Александр Скул продолжает летнюю программу для детей первых десятых классов и объявляет набор на последний четвертый поток своего лингвистического лагеря «ВАУ. Окно в мир». Он стартует с 14 июля. Проведите каникулы весело и с пользой. Телефон координационного центра 77 70 80. Адрес улица Яицкая, 43. Такой была среда. Завтра в этой студии Юлия Гафарова. Счастливо. Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48-3.